Машиностроительный лицей Я до 100% опроверну всю эту вещь, ваше это мнение по одной простой причине. Где-то процентов 30 наших выпускников поступают в ВУЗы. Дети, которые приходят к нам и учатся, становятся квалифицированными работниками. Я не голые слова говорю. В этом году, участвуя в конкурсе профмастерства по становщикам широкого профиля на всеукраинском конкурсе, наш учащийся привез четвертое место. Это о чем-то говорит. Среднего образования у нас нету. Мы готовим два года становщиков широкого профиля. У меня в руках из цельного куска металла кубик в кубике, в этом кубике еще один кубик на токарном станке. Это, наверное, уровень. С четвертого училища мальчик, который глухонемой, привез с Украины, с конкурса, первое место. Это какие педагоги у нас работают и как мы учим детей. Это показатель. Значит, приравнять всех никоим образом нельзя, потому что это неправильно. Более того, все законы почему-то на сегодняшний день работают против профтехобразования. В том числе, если мы слышим все, и все знают всю нашу ситуацию, которая сложилась вокруг профтехобразования, то, что и зарплаты маленькие, то, что, если посмотреть на школы, да, в школах там и кружки есть, и что-то еще есть. У нас с введением новых штатных расписаний на 150 учащихся один кружок. А мы стараемся вовлечь и каким-то образом их научить, и еще и разнообразно их развить. И все это дело действительно на чистом энтузиазме. Более того, вот мы смотрели сюжет про наш промысловый лицей. Они там такие изумительные вещи делают, кулинарные. То же самое делают наши дети из металла. У нас в мастерской, которая находится на территории Заримашпроекта, мы не перегоняем стружку в металл. Дети видят продукт своего труда. Они выполняют работы, которые в дальнейшем идут в производство. Вот вам показатель. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И как приятно все-таки слышать человека, который настолько вот горит своим делом. Татьяна Ивановна Блакитовна, у вас всю передачу вы не могли вклиниться. Пожалуйста, воспользуйтесь возможностью. Ну, по-перше, я хочу сказать, что профтехосвита отмирает, не дождетесь. Профтехосвита была, будет и завжди существовала и будет существовать. Безусловно, в профтехосвитке на сегодня навчаются ученики не только те, которые имеют низкие знания. На сегодня навчается очень много учеников из бедных семей, которые не могут себе позволить навчать в высших навчальных закладах. Это также нужно понимать. И поэтому говорить о том, что если ты плохо учишься, то ты пойдешь в ПТУ, это, дарите мне такий радянский лозунг, такого быть не может. У нас ліцей, крім професійного освіти, даёт также и загальную среднюю освіту, то есть мы как ТВІКС два в одном. И я хочу сказать, что четверта частина наших ученей иде до высших навчальных закладов. Наши учени ПТНЗ займают в областных олимпиадах, входят в десятки, то есть они випереджуют школы. Наша дитина в этом году на областном конкурсе литературе Тараса Шевченка заняла первое место, обскакавши гимназии и ліцеи гуманитарной. Это что-то говорит? Потому что говорить о том, что так плохо у нас учиться, и что должны быть такими детьми, не должно быть. Я хочу сказать, додать еще что-то инклюзиву. Инклюзив законов досить таки много, но механизмов реализации этих законов на сегодня нема. Мы готовим взутевика с ремонтом взуття. Мы работали с реабилітаційным центром и готовы были открыть группу. Центр сказал, пока сделали документацию. Нет, открыть не можем группу, потому что законодательство не позволяет. До нас верталося управление социального захисту, открыть группу взутевиков с ремонтом взуття, инвалидов с АТО, хлопців. И что в результате також натикаются на такие законодательства моменты, что открыть группу, снова же таки, не можно. Тому вопросов много. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!